Экспортеры могут вернуть до 80% своих затрат. Об этом говорили на совещании под представительством первого заместителя Акимобласти Мухтара Манкеева по вопросам продвижения экспорта. В мероприятии приняли участие представители Министерства торговли и интеграции, делегация акционерных обществ Кастрейд и ЭСК «Казахэкспорт», Акиматы районов и промышленные предприятия. Анализ развития экспорта области за последние пять лет показывает, что объем экспорта обрабатывающей промышленности увеличился со 156 до 227 миллионов долларов США. По итогам прошлого года объем экспорта составил 138,3 миллиона, что на 19% ниже уровня предыдущего года. Это прежде всего связано с карантином. В случае стабилизации ситуации ожидается, что по итогам текущего года объем экспорта увеличится на 24%. В первую очередь наша область известна как крупнейший экспортер углеводородного сырья. Мы экспортируем нефтепродукты, муку, мясо, консервные колбасные изделия, коленчатый вал, насосно-компрессорные трубы и различные виды запасных частей и деталей к нефтегазовому оборудованию. Больше 50% своей продукции и вообще деятельности они ориентируют на Запад. Это Российская Федерация, это Украина, Беларусь, Восточная Европа. Поэтому экспортом заниматься нам сам Аллах велел. У нас здесь транспортно-логистические узлы, все необходимые географические положения. Вам еще спасибо. Кстати, сегодня мы отдельно с большой компанией Agility тоже хорошие переговоры провели. В этом плане будем продолжать. Главной целью встречи было разъяснение основных механизмов поддержки экспортеров, осуществляемых через акционерное общество Кастрейд и акционерное общество СК Казахэкспорт. В 2020 году внесены изменения в механизм поддержки экспортеров в части увеличения размера возмещаемых затрат от 30 до 80%. По итогам прошлого года Западно-Казахстанская область по количеству поданных и одобренных заявок находится на третьем месте по республике. Программа экспортная акселерация. Чуть позже я более подробно офишу данную программу. Программа была озвучена президентом страны. В прошлом году она была заявлена как пилотная программа. 35 предприятий приняли участие с целевым рынком Китая, именно пищевой промышленности. В этом году отрасли расширяются. Предварительно мы планируем рассмотреть химическую промышленность и машиностроительную промышленность. Опять же, ЗАКО славится этими предприятиями в этом направлении. Поэтому, думаю, в этой программе обязательно нужно принимать участие, потому что здесь идет именно комплексный подход, комплексное решение всех проблем экспортеров. На сегодня три предприятия области участвуют в программах «Кастрейт». Порядка шести крупных предпринимателей сотрудничают с акционерным обществом СК «Казахэкспорт». По разным инструментам поддержаны проекты на сумму 3,8 миллиардов тенге. Неплохой показатель. Хорошее начало. Да, скажем так. «Казахэкспорт» является национальной компанией, которая также призвана для того, чтобы поддерживать казахстанских производителей, не сырьевых. Товаров и поставщиков услуг на внешний рынок за счет предоставления страховых и финансовых инструментов поддержки. Мы являемся, значит, стопроцентной государственной компанией. При этом хотелось бы отметить отдельно, что у нас есть зарубежные представительства. Данные представители, наши зарубежные, они как раз на местах находятся, и их основная функция является именно помощь в организации поиска потенциальных покупателей для казахстанских экспортеров, также проведение переговоров, участие в различных выставках и форумах, которые проводятся на территории зарубежных стран. Представители компании рассказали о новых инструментах в помощь экспортерам, а также обсудили их проблемные вопросы. К примеру, руководитель уральской торгово-промышленной компании поднял проблему с сертификацией. С сертификатами по газу приходится открывать новые компании, российские, делать как-то через них. Сейчас пытаются сделать интергаз сертификат, который добровольный, это уже от нашей, от казахстанской компании, стоимость всего 6 миллионов рублей. Вы можете представить, 6 миллионов, там на днях поедут эксперты с Москвы, будут делать, и потом будут готовить несколько месяцев еще и сертификат. Нельзя ли как-то на уровне руководства области, правительства, в конце концов. Вот этот вопрос решить, он очень важный, и не только для нас, а для многих производителей, и не только в этом уровне. Мы можем помочь здесь и быстро принять решение, стандарт разработать, если нужно. Так, рахмет, рахмет, мы тогда сегодня прям давайте вводим информацию. Подобную проблему с оформлением документации, что занимает максимум времени, озвучили и руководители ТО «Квант» и ТО «Стеклосервис». В итоге было решено собрать все озвученные проблемы и направить их в профильное министерство для рассмотрения и решения. Алма Гульджимписова, Рустим Ищанов, Дастан Уразбаев, телеканал Акжаик.